Здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о Лиге Европы, которая потихонечку дошла до своего финального матча, где сошлись две неудержимые силы, две, можно сказать, стихии. С одной стороны, это Мауриньо, тренер, который выиграл все, что только можно, наставник, который когда-то начал свое восхождение к футбольному Олимпу именно с победы в Кубке УЕФА вместе с Порту, после чего была победа в Лиге Чемпионов, Мауриньо, который никогда не проигрывал финалы Еврокубков, здесь встречался с Севильей, с командой, которая является априори, одним из главных фаворитов любого розыгрыша Лиги Европы, потому что это команда, которая чаще всего выигрывает этот турнир, команда, которая побеждала в этом состязании еще в те времена, когда оно называлось Кубком УЕФА, команда, которая является, ну, наверное, главным специалистом по Лиге Европы. Поэтому здесь было очень интересно посмотреть на то, кто окажется победителем, какая из этих двух стихий окажется сильнее. Ну и знаете, что я могу сказать? Финал удался, и особенно приятно, что он затянулся на максимально долгое время. В этой встрече было не так много, возможно, вот каких-то вот стопроцентных опасных моментов. Здесь было не так много ярких ударов, красивых вратарских сейвов и так далее. Но был драматизм, были отличные скорости, был лихой сюжет, ну и, конечно же, была настоящая жесткая борьба. В общем, получился очень классный финал, который мы сейчас и обсудим. Но сперва хотел вам напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальная, она нас поддерживает, и она предлагает вам специальную акцию. Тысяча рублей новым клиентам. Что нужно сделать, чтобы получить фрибет в тысячу рублей? Да всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Пари и пройти верификацию. И все. После этого вы получите тот самый фрибет. Ну и вообще, Пари это отличный сайт. Здесь есть события по всем видам спорта. Футбол, хоккей, баскет, что угодно. Так что проходите и знакомьтесь с их вариантами. Ну а мы пока пройдемся по тем вариантам, которые нам предложили главные тренеры обеих команд. Начнем с Севилья. Итак, Менделибор, разумеется, определил ворота Буну. В центре защиты Баде и Гудель. Гудель вновь играет в центре обороны. Хотя вообще по родной позиции он хавбек. Но, знаете, в Севилье нынче такие проблемы в центре защиты, что здесь приходится что-то постоянно изобретать. И вот по ходу сезона Гудель оказался в центре защиты. На флангах Навас справа, слева Телес, который недавно, кстати, был вызван в сборную Бразилии. Обратите внимание, что из четырех защитников Севилья двое фактически. Это хавбеки, которые постепенно по ходу карьеры перешли в центр защиты. Это Навас и Гудель. Ну а в полузащите, в свою очередь, играет Фернандо и Ракитич. Ну а впереди, совсем уже в атаке, Торрес, Хиль, Акампос и Энн Несери. Здесь, конечно, обращает внимание огромное количество ветеранов. В составе Севилья это и Навас, разумеется. Это и Фернандо, и Ракитич. В свое время они выступали за топовые европейские клубы. Кто-то за Барсу, кто-то за Монсити. Но сейчас вот эта, знаете, банда ветеранов в Севилье дошла до финала и здесь тоже дала достойнейший бой своим оппонентам. Ну и хотелось бы отметить, что здесь, конечно же, опыт Севилья является огромным и очень важным фактором. Что касается Ромы. У них, кстати, тоже достаточно матерый состав, но немножко помоложе. Руй Патресио на воротах, Ибаньес, Смолинг, еще один ветеран и Манчини в центре защиты. Чирик и Спинацоло на флангах, Матич, Крестанты в центре поля, два стопера и в атаке. Пелегайни под нападением Абрахам и здесь же, внимание, Пауло Дибала. Было много вопросов касательно того, когда он выйдет в старт. Он составили по ходу матча, но его выпустили с первых минут, и это, конечно, попадание в яблочко. Да, это был риск, потому что футболист не готов на 100%. Потому что игрок еще не набрал оптимальные кондиции, но Мауринио понимал, что на такую встречу нужно выпускать всех лучших. И лучших с самого начала. И в первом тайме, ну, как мне кажется, появление Дибала сыграло на 100%. Не только потому, что он забил гол, но и в принципе, потому что он здесь оказался вот прям в тему. Он регулярно появлялся в свободных зонах Севильи. Он регулярно открывался в опасной близости от пород соперника. Он постоянно маневрировал и искал свободные зоны, свободное открытое пространство для того, чтобы забить мяч или обострить игру. И вот здесь в первом тайме Рома с помощью Дибала выстроила идеальный для себя футбол. Севилья больше владеет мячом? Да, без вопросов. 60 на 40 в первом тайме. Севилья больше бьет? Да, но ненамного. 5-3 преимущества. А попадание в створ 2-1. Ну и главное, счет 1-0 в пользу Ромы. И вот этот футбол как раз, ну просто вот идеальный для этой системы координат. Идеальный для Мориньо. Он встал вторым номером, выстрелился в три центральных и ловит соперника на контратаках. А кто может быть опаснее в этих самых контрвыпадах, чем Дибала, который наберет темп и создаст нужную ширину фронта, нужную креативность и так далее. Здесь, в этом плане, Рома была невероятно эффективна. Севилья, при этом, хоть и владела мячом, но в первом тайме толком не знала, что делать с этим самым снарядом. Движения было очень мало, оно было крайне пассивным. Севилье явно не хватало активности и скорости на флангах. Ну, как бы это сказать. Навас и Телес, это, конечно, легендарные, заслуженные футболисты и так далее, но согласитесь, возраст потихонечку берет свое и активности, особенно впереди, им не всегда хватает. С другой стороны, хотелось бы отметить, что и в центре тоже особо продвижения не было, и то, что Севилья в какой-то момент, ну, собственно, сразу после перерыва произвела двойную замену, это не случайно. Потому что Торрес и Хиль, ребята, может быть и одаренные, может и талантливые, но здесь вообще не вошли в игру. Торрес в центре не создавал нужной активности и нужной креативности. Хиль, опять же, вместе с ветеранами на флангах не мог создать нужные движухи, поэтому здесь у Севилья ни фланги не работали, ни центральная ось не работала. Севилья уперлась в этот самый мощный оборонительный редут Ромы и при этом регулярно налетала на опасные контрвыпады, что вполне себе ожидаемо, учитывая то, какой бардак творится у Севилистов в защите в текущем сезоне. Поэтому здесь все было просто расписано как по нотам, Рома действовала так, как нужно, Рома вышла вперед достаточно оперативно, и здесь казалось, что Севилья обречена. Но в концовке первого тайма Ракитич, вот Ракитич смог психологически перезагрузить эту игру. Его удар, его попадание в штангу, оно не привело к забитому мячу, понятное дело, но оно позволило Севилье поверить в себя, потому что команда, которая почти весь первый тайм просто не знала, что делать с мячом, здесь за счет потрясающего удара легенды и ветерана Ракитича смогла вот как-то приободриться. И в итоге вот этот штурм, который начался в концовке первого тайма, он перетек на первую половину второго тайма, и здесь Севилья не просто сравняла счет, она могла вообще здесь и добиться успеха, и вообще получить преимущество в счете. То есть там Севилья начала сразу и хорошо двигаться, и поджала соперника хорошо, и защита Рома начала психовать. Знаете, то, что Манчини в свои ворота срезал, это не случайно. Тут, конечно, можно проиронизировать, что вот посмотрите, у Севильи второй лучший бомбардир это автоголы. Ну тут такая ироничная ситуация, что есть лучший бомбардир, а второй источник забитых мячей в этой лиге Европы у Севильи это автоголы. Но ведь автоголы, они когда происходят? Когда максимальное напряжение, когда соперника поджимают, и здесь Севилья завелась и поджала. И поэтому Манчини, который великолепный матч-то в целом провел, и голевую передачу отдал, и в целом был хорош, здесь он допустил ошибку. И тут Севилья, ну на самом деле могла даже дожимать Рому в этом самом эпизоде. Севилья очень здорово использовала замены. Ламело, который, конечно, был настроен на эту игру против бывшей команды, он вышел и очень вдохновенно действовал во втором тайме. Следует отметить и действие Сусо, который также очень удачно здесь появился со скамейки запасных, и Рому вот реально поджали. Здесь, ну, просто следует отметить, что вот тот самый футбол, который в первом тайме вообще не шел у Севильи, здесь он заработал. Пошла какая-то размашистость в атаках с одного фланга на другой, таким образом Севилья растягивала оборону соперника. При этом Рома практически полностью выключила свой прессинг, только время от времени там кто-то пытался что-то обозначить. До Абрахама впереди мяч вообще почти не доходил и так далее. То есть Севилья перехватила инициативу. При этом следует отметить, что периодически, периодически Рома все-таки создавала опасность у ворот Севильи, в основном за счет стандартов. Все-таки Рома намного выше и намного атлетичнее. И там в тот самый момент, когда Севилья выглядела наиболее эффектно в этой встрече, Рома запросто могла забить. Так что здесь римляне пусть и смотрелись слабовато во втором тайме, но даже в этой ситуации команда Мауриньо всегда может удивить. И всегда может забить гол, в том числе, казалось бы, из ничего. Так что Мауриньо это тоже, конечно, своя особая магия и своя аура. Но при этом, что очень важно, опять же, натиск Севильи, который я сейчас так расхваливаю, он оказался не бесконечным. В какой-то момент, опять же, к вопросу о психологии, все это надломилось, когда не поставили пенальти в ворота Ромы. Здесь никаких вопросов, кстати. Если пересматривать этот эпизод, который потом долго обсуждали, то все-таки Ибаньес, если ничего не путаю, дотянулся сперва до мяча, а потом уже заедил по футболисту Севильи, по Акампасу, который очень красиво падал, в моменте смотрел, что это очевидное пенальти, но потом все-таки стало заметно, что черканул вот миллиметрами буквально там шипами, но все-таки черканул, значит зацепил, значит сперва в мяч, а потом в кость. И здесь вот Севилист, они словно потратили лишние силы эмоциональные на споры с арбитром, на все вот эти переговоры и так далее. И в результате мы получили ситуацию, что тут пенальти просто не был поставлен. И после этого Севилья, ну как бы это сказать, выглядела не то чтобы вареной, но выглядела она, ну вот такой вот выхолощенной как будто. И в итоге Севилисты вот здесь как раз упустили тот самый момент драйва, тот самый момент куража, на котором они могли выигрывать вот этот матч в основное время. То есть здесь Севилия свой шанс упустила. Как и Рома, наверное, упустила в первом тайме свой шанс выиграть эту встречу за 90 минут, когда им нужно было просто эффективнее использовать свои моменты. И эффективнее использовать сумасшедшую игру Дебалы, которого хватило в общем-то на один классный тайм, как и Абрахама. Во втором тайме атака Ромы все-таки подвисла. И там уже в основном были шансы только со стандартов. Стандарты это вообще особое оружие Ромы. Они там в самой концовке попали в перекладину. Опять же вспоминаем про стандартные положения. И здесь, ну как бы это сказать, Смолинг сбрасывал в дальнюю девятку, попал в перекладину. И это произошло на 11 добавленной минуте второго вот этого самого овертайма. То есть здесь к вопросу о том, насколько драматичной получилась встреча. И о том, что здесь, казалось бы, не так много опасных моментов, зато каждый из них получился по-настоящему ярким и по-настоящему запоминающимся в итоге. И Рома, вот если бы она забила в концовке перед серией пенальти, как бы это было вот в стиле Муриньо, когда, казалось бы, игра после удачного первого тайма уже не особо дальше идет. Но стандарты это ваш козырь, и вы можете им воспользоваться. Вообще следует отдельно отметить, что в этой встрече, конечно же, очень многое решала физика. Потому что когда после, ну я не знаю, истощающего сезона, что для одних, что для других, тебе нужно отбегать не просто 90 минут, а еще два овертайма, еще там с дополнительными минутами, я не знаю, вполне возможно, это вообще рекордный матч по количеству чистого игрового времени. Если суммировать овертаймы, полные таймы, вот эти два, и еще дополнительные компенсированные минуты, тут, по-моему, вышло, если я ничего не путаю, где-то под три часа практически. Если суммировать еще и с пенальти, то, наверное, три часа точно выйдет. И в этой ситуации, конечно, очень многое определялось в вопросе физики. Готовы команды пахать или нет? И вот это, как мне кажется, в овертайме было особенно заметно, что и те, и другие, во-первых, подсели физически, а во-вторых, очень сильно боялись ошибиться. Боялись косякнуть, потому что, когда у тебя на носу уже серия пенальти, она все-таки является тоже таким, вот, знаете, хорошим шансом на успех, рисковать, раскрываться, лезть вперед и терять возможную потенциальную победу, не хотели ни те, ни другие. Поэтому здесь овертайм хоть и закончился вот этим драматичным моментом смолинга, но в целом дополнительное время получилось невероятно скучным в плане именно опасных моментов. Напряжение было сумасшедшее, это без вопросов. Но вот именно футбольных опасных моментов было минимум. Давайте, чтобы не быть голословным, сейчас вот касательно статистики, за 30 минут вот этих самых овертаймов, 3-3 по ударам. То есть один удар в 5 минут во время дополнительных вот этих игровых отрезков. Ну, сами понимаете, что и те, и другие уже слишком сильно опасались ошибки. При этом Севилья, как и раньше, много владела бенчом, 70 на 30. Севилья производила замены, выпускала на поле свежих исполнителей. Севилья обновила фланги, что было вполне себе ожидаемо. Как я сказал, здесь все-таки ребята не самые такие молодые играют. Телес и Хесус Навас одним моментом были сняты с игры. Вышли Рекек и Монтьель. То есть здесь обновили фланги защиты для того, чтобы добавить активности и добавить, ну, какого-то огонька на этих позициях Рома, кстати, что интересно. Римская Рома. Она очень тянула, конечно, здесь с перестановками. И если Севилья уже сразу...